Теперь, что касается нашего сегодняшнего собрания. Нам необходимо свести в единую таблицу с Алисом Борисовичем понимание о ценах ценообразования на продукты питания. Я имею в виду основную группу. Яйца, молоко, хлеб, картошка, овощная группа, крупы. То, что необходимо. Здесь, знаете, как недожиру. Поэтому хотелось бы понимать, какие запасы есть, чтобы с нами поделились. Что касается хлеба, я разговаривал с нынешними владельцами Одесского каравая. Они сказали, что запас муки на производство хлебобудочных изделий у них трехмесячный есть. То есть, и заверили нас, что не будет никаких катаклизмов в плане обеспечения сырьем. Главное, чтобы люди были живы и здоровы на работе, и процессы будут продолжаться. Поэтому вот нас интересует наличие товаров, наличие запаса, какие есть в городе, чтобы мы понимали. Как производится сегодня пополнение, потому что транспортное сообщение по большой степени там, ну я имею в виду пассажирское, а это люди, которые тоже ехали на рынке, везли свою продукцию. Что необходимо сделать, как необходимо оказать помощь, какие-то пропуска сделать машинам. Либо те люди, которые у вас работали, не частные предприниматели, а может кто-то такие хозяйства, которым необходимо собрать эту продукцию и привезти. Мы готовы на комиссии, которая состоится сегодня, рассмотреть эти вопросы и дать либо сопровождение полицейское таким людям, либо специальные пропуска, на которых они будут доставлять эти группы продовольствия, которые нам необходимы. Сегодня мы не принимаем таких решений о закрытии рынка. Всех просто поголовно. Но тем не менее, оставляем за собой право, и вы отнеситесь с пониманием, что там, где действительно будут жалобы и будут не соблюдаться санитарные нормы, мы будем вынуждены рекомендовать остановить работу таких рынков. В нынешней ситуации это какая-то копейка для людей, в нынешней ситуации это для вас копейка, мы это понимаем. Но сегодня, как говорится, не до заработка. Сегодня остаться вы живым и здоровым.